Такой макияж сделал, в курничневых тонах, в джунглях. Плюс два, сегодня прохладно. На водной ёлочке. У нас такая зима, что и не радуемся, да? Берёзки все. Так, приехали тут в Чижико, никогда не были, его открыли вот только в конце года. Первый раз приезжаем. Пойдём посмотрим, что тут. Что думаешь, что тут будет интересно? Нормально? Большой будет? Ой, как магнитик. Выглядит, да, как магнитик, да? Пятёрочка. А ты говорила, как светофор. Я думала, как склад, да, как светофор, что-то такое. Там продают. Интересно. Телефон забрали с ремонта. У нас старый такой, как он называется? 4x. К Xiaomi. Два года у нас лежал, его никто не мог сделать. Мы его к двоим мастерам относили, никто ничего не мог сделать. Тут отнесли одному, он сразу сказал нам причину тут же. Просто аккумулятор при нас поменял и всё. Полторы тысячи отдали. Конечно, он тормозит сильно, но такое для каких-нибудь мессенджеров подойдёт. И потом ему отдали, у нас ещё десятый поломался телефон. Два месяца он лежал. Просто тоже у них одна причина. Поставили на зарядку и всё. После этого он не включился, хотя до этого работал нормально. До этого работал нормально всё. И тоже никто не мог сказать, что с ним. Оказалось, что он сказал? Какое-то короткое замыкание. Короткое замыкание, короче. А именно так и не сказал. Да, где, какое замыкание от зарядки, от провода может быть не оригинального. Хотя он заряжается на оригинальном. Показали всё оригинальное. Да, всё оригинальное. Провод и зарядка. Вот в комплекте что шло. В общем, от чего может быть, неизвестно. Ну, сделали, в общем. Теперь у нас два рабочих телефона. Ну, этот, конечно, так. Потуплет. Я даже не знаю, в каком его году брали. Мы, наверное, года четыре-пять, может, да? Да. Аксионы. За десять тысяч, помню, брали. За полторы починили. Батарейку просто поменял, и всё. Так, вот такой вот чижик. Залетайте в чижик. Вот, типа, чижик нарисован. Чёрный. Залетайте в чижик. Ну, чижик это. Птица чижик. Это воробейчик. Ну, такие, как корзинку, может, возьмём. В общем, да, тоже всё в коробках, ничего не выложено. Ну, как это, как склад, да? Это что, чипсы какие-то? Смотри, чипсы с беконом. Натуральные. 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 Играм много. 250 грамм. Офигеть. А вот, а сметана, лук есть. Посмотрим. Не будем брать в корзинку. Так, тут за углом ещё нашли такие же сырные. А подожди, и просто, да? Соль есть. И просто соль. Не, я бы взяла сметану, лук. А это краб или бекон? Нет, бекон не надо. Тогда, да? Лучше сыр и вот это. Обычные 170 грамм, 149 рублей. Ну, в маяке 250 грамм, да, грамм? Рублей 160. Ну, да. Что-то, короче, дешевле, дороже, но такие мы ещё не видели. Чипсы, печенье. О, цикорий, кстати, надо. Надо взять цикорий? Вместо кофе. Ну, иногда так разнообразить. Тоже неплохо. Ой, извиняюсь. Что ещё есть? По ценам же надо рассказывать. Ну, я такой чай не знаю, не будем, наверное, брать. Цены вот по 230 рублей. Говорю, только заши же полная корзинка. Чай надо? Это надо? Да. А, каркада это хотел в этих пакетиках. Ну, ладома есть каркадера с сыпной, его нужно допить. О, и щиповник ещё. Ну, ладно, возьми. Сколько стоит? 69 рублей? Яблоко малиновый и щиповник. Ну, ладно, возьми. Так, а по кофе тут ещё по 399. Нас кафе 190 грамм. Можно поставить на паузу, посмотреть, если кому интересно. Мука, на мука нужна, кстати. Надо надо погрызть. Да, надо погрызть. Блин, мы только зашли, это как обычно. О, смотри, что это за мусорный контейнер, ё-моё. Как будто мусорки ковырят. Так, лаваш 42 рубля. Надо взять. Свежий такой, мягенький. Кого-кого-нибудь? Ты кушать хочешь? А, с маком, с дова, с маком 32 рубля. Можно взять? В магните, по-моему, они около 50 что-то стоят. Конфеты, шоколадки, крупы. Масло сливочное, смотри, 82%. 139 рублей. А грамм, видишь, 170. Вот это можно взять. Святаево. Где делают? Московская область. Город Дмитров. Так, бананы по 129 рублей, апельсины 99. Нормальная цена, да? Мы на рынке такие по 150 брали. И в Ленте они, да? Дороже ты брал? Вот. Вот три поярче такой момент. Как будто мягкий вот здесь. Смотри, какая... Это такой сорт. Это женский, наверное, как он нравится. Лимоны по 119, мандарины 109, яблоки по 99, по 69. С три яблоки есть. И груши конференц 259. Так. Кого-кого? Да мне... Я не хочу апельсин. Я думала бананы взять. Ммм, крабовые палочки, какие аппетитные. Так. Подошли к холодильникам. Тесто, смотрю, бездрожжевое. 59 рублей за 500 грамм. Круассаны 79, 420 грамм. Клубника 400 грамм 99. Так что у нас тут по овощам. Фасоль 159. Креветки даже есть. Креветки 1 килограмм 600 рублей. Ну, лед имеется, да. Что тут еще у нас? Пицца. Это не такая, как мы брали в светофоре пиццу. По-моему, такая же упаковка. Не очень была, если такая же. Лазанья, чебуреки. Ну, я думаю, плюс-минус. Как и везде цена. О, это что? Это соль? А, таблетки для... Нет, таблетки такие неизвестные. Брать не буду. У меня такая посудомойка. Может, все белое быть. Что тут еще у нас? Порошок Тай 3 килограмма 429. Ариэль 3 килограмма 499. Идем дальше. Так, кетчуп. У нас кетчупа нет, кстати. Гели для душа 750 миллилитров 149 рублей. Разные. Ароматы. Head & shoulders за 400 миллилитров 349. По-моему, это недорого, да? Давно не брала. Может, только берется. лёгкая. Лёгкая. О, такая скатерть у нас была давно. Артём, посмотри. Слышишь? Помнишь, такая была скатерть у нас? Какая-то фиолетая у нас бежевая. Давно-давно была. Полочка для ванны. Полочка для ванны. Полочка для ванны. Рэд, не его в ленте сейчас за наклейки там можно купить? Ого, да тут этих чипсов, а мы вначале набрали, слышишь? Это чипсов, смотри, мы вначале набрали, они же стоят. Да нет, больше нет никаких вкусов. Да, просто соль. Так приятно пахнет, 500 мл неплохо. Нет, сейчас принесет, может... Так, заехали. А это стоит и смотрит, да? И побежал потом в другую сторону. Прокатал истории. Да, побежал короче. Все, давай. Так, боярышник еще все-таки заехали, купили, потому что у нас идея, у нас есть боярышник, но мелкий. Артем всегда хотел такой вот крупный и у нас такая идея его привить на наш мелкий боярышник. Можно, да, вот это будет, какую-то веточку, да? Отщипнуть и привить. Так можно их не скачать, но так вот сколько там, по две почки надо, да? По три почки. Так, что тут написано? Он что-то вообще недорого стоил? О, лидер продаж. А, кстати, на лимоне то же самое. 300 с чем-то рублей, да он был? А, тут вообще ничего и описания нет. А ну-ка, покрути. Так, давай тут почитаем. Что-то мы не читали. Листопадное дерево состоит до 6 метров. Крупными плодами, 3 сантиметра в диаметре. Это вот так где-то? Короче, как такие маленькие яблочки будут. Оранжевым, съедобными плодами. А почему тут красное нарисовано? А написано оранжевыми. Оранжевое крупное. Плодоносит 6 лет, поэтому будем прививать, иначе долго ждать. В общем, вот так, зимостойки. Нужно тоже достать сейчас. И пересадить. Горшок побольше. Пока на улице земля не прогреется. Наверное, уже в конце апреля, да, высаживать где-то. Нет, подожди, он 1 мая цветет вообще-то, я помню. Какой он такой здоровый? А, ну-ка, покажи. А, 3 сантиметра на линейке. Эй. А, с листом он все равно. Ну, вот, с пальцем, если... Почти как лист, ягода. Да, е-мое. Крупно, короче, получается. Нифига себе. Ну, или как маленькие такие, да, где смотрим, что вырастет. Нужно тут попересаживать все. Так, купили мы еще лимон. Лимон Мейера называется. Тоже он стоил, как и тот, цитрус. Там, в принципе, все цитрусы по 1200 рублей были. Такой вот лимон Мейера. Популярный какой-то сорт. Небольшой. Так, он нарастенет. Будем пересаживать сейчас. Что там еще сбоку? Анна, описание, описание. Можно будет поставить на паузу. Прочитать. Такой мелкий. Кто-то его пощипал. Сильно, наверное, такой налет белый. Ну, что это, как-то, болезнь. Вот, надо, знаете, что замотать. Там, да, надо убрать. Надо ее срезать. Это вот этот листок посадила. Он что-то начал, это, гнить. Сильно залила. Сейчас такой какой-нибудь субстрат посажу. Снимаю, он шелестит-шелестит. Здесь будет плодоносить. Да? Сколько вот лет этому саду? На год? Или только отщипнули и посадили? Придел кому. Воздушная отводка. Не, на воздушную не похоже. На что, на корне отцвета у нее все посадили? Маленькая какая-то. Сейчас все будем пересаживать. Сколько он, наверное, метр, да? Длинный прям. Это полный так скрипят. Да, болт есть. Посадим такую бутылку боками. Все равно высаживать не на постоянку. Не на постоянку. Ну, для вот этих вот маленьких такие горшки. Больше у нас горшков нету. Большего размера. Мне кажется, нормально. Так же и надо, посмотри. Красный сантиметр там больше. Колючий сюда, да, пересадим? А сюда не надо этот шарики? А сюда надо белый, да? Да, смотри. Говорю, вот колючий сюда посадим, потому что отсюда потом сложно будет достать колючки. Ну да, вот так вот нельзя его подвести. Ну так и посажу. Я просто поставила, показываю. А этот будет здесь, а ну-ка. Колючий вообще. Ну, у меня такой еще один горшок есть. Только в нем кистью стоят для макияжа. У нас было два одинаковых. Он влажный, да, этот? Нет, он не влажный. Кто его там поливал? Примая. Почему вот эти влажные цитрусы? Так я как читал, они говорят, это. Не поливает их потом выкидывает. А ты видел, кстати, сколько там стояло? Так, а потом они как говорят, выкидывает их, а вот это что, списывают цену, прибавляли к другим товарам. А-а-а, чтобы минусы не быть. Вот так они дороже и становятся. А ты видел, сколько стеллажей было вчера заметно с плохими растениями? Ну, которые можно в теории спасти легко. Но, как бы, у них такой вид непродажный. Не хочется заниматься. Но легче выкинуть еще. Выкинуть цену, набавить. А, вот этот самый. Тут, наверное, такой треск будет стоять. Вот пол. Так, земля будет специальная для лимона. Кстати, никогда вообще таким не страдали. Это приколерованная. Приколерованная? Покажи. Видно, отрезаны с ветки. Подожди, подожди. Приви ты, короче. Воздушный отводок, да? Ага. Да, это воздушный отводок. Боярышник. Не, ну этот быстро заплодоносит. Явно не через шесть лет. Быстрее должен быть. Ты знаешь, что он быстрее будет плодоносить. Быстрее. А что он за года. Видите, получается. О, хорошо, что вы тут это взяли. О, выше надо так, на камушке или так. Да ничего с ним не будет. Не занять? Не заливать и все. Ну, можно давай насыпем перлита. Немного видео и фото с 8 марта. Так как специально ничего я не снимала. Но решила повставлять во влог. Вот Артем мне подарил вот такие вот красивущие букетики. Я, кстати, готовила торт ночью. Не очень он у меня вышел, но был очень вкусный. Медовик на скорую руку. Это вот Артем подарил. Такие тюльпаны. Покупался сразу с луковицей. И посадил большой горшок. Но почему-то они простояли меньше, чем вот обычные без луковицы в воде. Здесь пока свеженькая мимоза снимала. Какая она пушистая, красивая. Да ну просто день-два и все. Засовшие выглядят. Такого так же. В общем, 6 букетов мне где-то подарил. С мимозой, с тюльпанами. Очень много, долго стояли. Кстати, уже прошло полторы недели. Я в этот влог монтирую. У меня до сих пор еще стоят некоторые цветочки. У меня тут целая оранжерея получилась. Снег идет. Да нет, видно. 8 марта сегодня. Снежок. Прат с женой пригласил в гости. В общем, мы поехали к ним на шашлыки. С ночевкой. У нас такое разнообразие было. И снег, представляете, для нашей погоды. Ой, для нашего селеного пункта это. В общем, нетипично. И рыбку было я замариновала. Шлык куриный, свиной, люля домашние. Грибочки. Все было мега вкусно. Такой вот дымок. Еще и туман был. Еще, видимо, все тоже жарили. И у нас все дымилось. Классно посидели. Только шашлык снимала. Немного наш стол готовый. Фоточки. Ставлю вам там пару штук. Потом через пару дней дома еще решили повторить. Купили куриные грудки. И я замариновала. У нас куриный шашлычок. Очень вкусный. Уже так хочется весны. Зелени вокруг. Так эта серость надоела. Пересадила я. Цитрус. У нас, правда, горшков нету больших. Все, что есть. Но это все равно он был вообще в малюсеньком таком. Тогда дальше дома можно пересадить. Вот видите, он уже пошел даже в рост. Листочки у него появляются из базов. Это Мейера. Планетилеты, что мы покупали. И вот этот вот цитрон. Микроцитрус. Вот в таком горшке. Сейчас, пока. Так, я вам не показывала. Мы когда ездили на 8 марта к брату, мы приехали. У него просто огромная крыша цитрусовых. Я же начала расспрашивать, где какой они. Говорит, вот этот называется. Пантероза. Я раз очень хотела этот лимон. Они сказали, что там брали у себя, у женщины в городе. В общем, не заказывали ниоткуда. В общем, мы на следующий день, 9 марта, поехали и купили вместе с ними. Они там еще себе докупили. Ну, я там взяла уже такой горшок побольше. Планета Тайм какой-то у них там магазин интересный. Небольшой, но там очень много всего. Выбор большой. Сам магазин маленький. И горшки всякие интересные. Но я уже вот эти не стала пересаживать сюда. То, что я их уже посадила только что, что их трогать. Так что вот еще пополнение. Он прям такой крупный. За полторы взяли. Так, еще вот такое вот пополнение. Аморилис, если я не ошибаюсь. Это вот мне брат подарил на 8 марта. Тоже посадила в такой горшок. Два штуки там взяла. Луковичное такое растение. У меня никогда не было такого. Прочитала, что заглублять сильно не нужно. И не заливать. Такие вот у него огромные. Три стрелы. Очень интересно, что же вырастет. Крупный такой, видите. Какого цвета, неизвестно. Ну, на упаковке был такой красно-белый. Вот он тут у нас стоит, досвечивается. Он прям за неделю, с 8 марта, вырос просто. Он такой вот был малюсенький. Вот даже не было понятно, что это, листья или цветоноса. Такой вообще низенький был. Редактор субтитров А.Семкин